В эфире служба новостей Сарова 24 в студии Кирилла Васильевна. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. В новый учебный год с новыми силами в администрации прошло заседание педагогов школ и работников учреждений дошкольного образования. Классический квест, фотоконкурс и ориентирование саровчан приглашают принять участие в городском фотокроссе. Золотой прыжок, воспитанник спортивной школы ИКАР, победитель всероссийских соревнований по легкой атлетике. Далее расскажем обо всем подробно. Перед началом нового учебного года в администрации собрались директора и учителя школ, заведующие и воспитатели детских садов и педагоги учреждений дополнительного образования. На повестке дня традиционного августовского заседания подведения итогов прошедшего учебного года и перспективы на будущее. Не обошли вниманием и проблемные вопросы образования в Сарове. Подробности далее. Одной из самых приятных новостей для собравшихся педагогов стал долгожданный разговор о том, что 10-й школа к 1 сентября 2019 года будет готова вновь принимать своих учеников. С началом нового учебного года собравшихся поздравил глава города Александр Тихонов. В Сарове создано трудами наших предшественников и вашим трудом, конечно, многоуровневая эффективная система образования, которая позволяет нам быть одним из лидеров, по крайней мере, в Нижегородской области по системе образования. Немало приятных слов в свой адрес получили те педагоги, которые только начинают свой трудовой путь в различных учебных заведениях нашего города. Таких в этом году 16 человек. Также руководство Департамента образования отметило и те учреждения, которые достойно показали свои результаты в конкурсах, рейтингах на областном и всероссийском уровне. Это детские сады 4, 16, 42, школа-интернат 9, гимназия 2, лицея 3. Особо приятно, что лицеи вновь вошли в федеральные рейтинги ТОП лучшей школы России. На конференции много говорили о медалистах, уровне знаний по тем или иным предметам и об объективной оценке этих самых знаний. Важным моментом в этом вопросе стало изменение в условиях сдачи государственного экзамена по математике для учеников 9 классов. Впервые за несколько лет мы получили объективные результаты по математике и по другим предметам. Дело в том, что в этом году за последние 5 лет впервые не было выложено в сети интернет ни заданий, ни ответов к этим заданиям и прежде всего по математике. Немало времени было уделено вопросам обучения школьников с ограниченными возможностями здоровья, изменения ситуации с очередями в первой классе в так называемых статусных школах и профилактике подростковых правонарушений. Изменений планов и перспектив развития в Саровской системе образования оказалось много, а это значит, что новый учебный год будет сложным, но интересным. В последнее время в средствах массовой информации все чаще стали появляться сообщения об исчезновении несовершеннолетних детей. За два месяца этого года в Нижегородской области пропали 4 девочки. 13-летние Полина и Карина были найдены практически сразу. Поиски 13-летней Марии Лошкаревой и 9-летней Маши Люлиной продолжаются до сих пор. Отряды добровольцев прочесывают леса, сотрудники правоохранительных органов ищут свидетелей и выясняют обстоятельства происшествия. Какие правила поведения с незнакомыми людьми должен знать ребенок, выясняла наша съемочная группа. С самого юного возраста родители должны объяснять ребенку, кто свой, а кто чужой. И что никуда нельзя уходить с человеком, если он не член семьи. Чаще всего дети представляют, что похититель – это грязный и грубый мужчина. Но внешность бывает обманчива. Он или даже она могут быть улыбчивыми и добродушными, пригласить в гости за конфетами или попросить о помощи бездомному котенку. Взрослый просит ребенка о помощи. Вот тоже объяснить, что взрослый никогда ребенка, ну нормальный взрослый, никогда ребенка о помощи просить не будет. То есть это уже что-то неправильное. Прямо так, как говорится, это неправильное. Ты должен уже насторожиться здесь. Не менее важно научить детей не паниковать. Если незнакомец пытается увести ребенка против воли, ни в коем случае нельзя молчать. Нужно попытаться убежать, привлекая внимание прохожих громкими криками. А чтобы ребенок лучше запомнил, как себя вести, проиграйте дома эту ситуацию вместе с ним. Давай я буду плохим дядей или плохой тетей. Ну неважно. Давай я тебя буду тащить, как ты будешь кричать. Потом можно поменяться. Давай ты будешь плохим дядей или девочкой плохой тетей. А я буду маленьким, и ты будешь меня тащить, а я буду сопротивляться, кричать, чтобы все слышали громко. Но бывает и так, что дети уходят из дома добровольно. Это может произойти и в любой семье. Там, где родители не спускают с ребенка глаз, и там, где до него никому нет дела. Дети сбегают по разным причинам, но, как правило, делают это в подростковом возрасте. Когда за внешней взрослостью, бравадой и агрессивностью скрывается ранимый и беззащитный ребенок, которого не понимают родители. Обостряется очень чувствительность у детей. И любое замечание, любое, допустим, какое-то, может быть, неосторожное слово родителей, сказанное на эмоциях, в сердцах, как-то ребенком может восприниматься очень болезненно. Честность, доверие и уважение – это то, на чем должны строиться отношения детей и родителей. Ребенку важно знать, что какой бы страшной или безвыходной ни казалась ситуация, мама и папа всегда придут ему на помощь. Движение по дороге номер 203 от улицы Березовой до КПП номер 4 откроется 1 сентября в 8 часов утра. Автолюбителям настоятельно рекомендуется обращать особое внимание на соблюдение скоростного режима, поскольку в первое время высока опасность появления на проезжей части пешеходов и лыжероллеров. О дате открытия движения через КПП номер 4 будет сообщено дополнительно. Другая важная информация в подборке коротких новостей. 31 августа с 10 до 12 часов дня центры занятости населения Нижегородской области проведут прямую телефонную линию «Ориентир». Консультанты ответят на вопросы граждан на порядке получения услуги по профессиональной ориентации в электронном виде. По итогам тестирования будут сформированы индивидуальные рекомендации по выбору профессий с учетом интересов соискателей и потребностей рынка труда. Телефон прямой линии 8 831 421 4609. Межмуниципальное управление МВД России по ТАТО Саров объявляет набор мужчин в возрасте от 18 до 35 лет в патрульно-постовую службу полиции на должности рядового и младшего начальствующего состава. Гарантируется полный соцпакет, стабильная заработная плата и возможность выхода на пенсию после 20 лет службы, включая службу в вооруженных силах и учебу в вузах. За справками обращаться по телефону 605 82 или по адресу город Саров, улица Советский дом 1, кабинет 218. Центр внешкольной работы приглашает юных саровчан в возрасте от 6 до 14 лет на занятия в вокальную студию «Радуга» по направлению групповое и индивидуальное обучение вокалу. Воспитанники студии участвуют в творческих конкурсах и фестивалях, а также выступают на различных концертных площадках города. Занятия проводятся бесплатно в клубе «Восход» по адресу Советская 10А. Более подробная информация по телефону 518 45 и 8 908 15 43 755. В этом году лето подарило нам по-настоящему теплую и благоприятную для дачного сезона погоду. Подготовку к нему садоводы начали еще ранней весной. И уже спустя пару месяцев на грядках появились ягоды и овощи, на плодовых деревьях созрели фрукты. По традиции август месяц активно сбора урожая и время подводить итоги уходящего дачного сезона. Приобрести свой собственный земельный участок Алена Бахтимова решила год назад, чтобы больше свободного времени проводить на свежем воздухе. Несомненная польза, по мнению садовода, еще и в том, что здесь всегда можно отдохнуть от бытовых забот и с головой окунуться в общение с природой. Для меня это релакс. Я приезжаю на свежий воздух и дышу воздухом. И то, что вот там полить, порыклить, для меня это не труд. Я, наоборот, отдыхаю. Работаю я очень по многу, поэтому для меня вот это просто снимает стресс, можно сказать. Помидоры, огурцы, перцы, виноград и многое другое. Алена занялась садоводством всего год назад. Но она уже знает множество секретов посадки, выращивания и ухода за будущим урожаем. Для того, чтобы любимые растения радовали сочными и спелыми плодами, Алена проводит на своем участке все свободное время. И ее труды не пропадают зря. В этом году столько яблок. Вот над нами вот эти яблоньки, которые мы в том году оставили, для красоты. Но в этом году, конечно, они столько дали яблок, что я, знаете, стараюсь всем раздать. Тяжеловато вот так с таким урожаем. Для первого года мы неопытные еще садоводы. Урожай превзошел все ожидания, но самая большая гордость садовода – это цветы. На участке у Алены можно увидеть более 12 сортов растений. Это розы, георгины, классические метельчатые гортензии, петунии и многие другие. За каждым цветком Алена трепетно ухаживает, потому что каждое растение требует особого внимания. Очень мне нравятся цветы, и поэтому для меня грядки – это что-то такое второстепенное. Где-то на заднем плане грядки, а на первом месте – это цветочки, конечно. И у меня цель была сделать красивый участок. Еще не закончился дачный сезон, а Алена с супругом уже строят планы на следующий год. Сегодня они достраивают дачный дом, планируют облагородить весь участок цветами, построить баню и поставить в середине участка большой бассейн. Классический квест, фотоконкурс и городское ориентирование. Молодежный библиотечно-информационный центр приглашает саровчан на фотокросс в моем городе осень. Любителей активно и с пользой провести свободное время ждет 6 зашифрованных заданий и 3 часа на их выполнение. Ключевыми темами фотокросса станут книга и русская литература. Подробности далее. Осень – не повод для хандры и уныния. Под таким девизом пройдет очередное увлекательное городское мероприятие «Фотокросс». Который готовят сотрудники библиотеки имени Маяковского. Идея не новая, но специалисты информационного центра переработали ее по библиотеку. Саровчанам предложат отправиться в приключения по родному городу и увидеть знакомые улицы и дома в новом ракурсе. Ключевой темой всех наших фотокроссов, а он будет третий, мы сделали книгу и литературу. И, собственно, танцевали уже от этого. Участникам предлагается выполнить 6 заданий за 3 часа. Для их решения требуется не только точное знание, сколько смекалка и сообразительность. Важна и творческая составляющая, так как все нужно будет снять на камеру и в конце квеста представить жюри фотоотчет. Мы предлагаем нашим кроссерам, так называются участники фотокросса, оживить какие-то цитаты или книжного героя и переместить его на улицы города. А это значит, что конкурсантам придется побегать по городу в поисках зашифрованного места и только потом проявить свои творческие способности и выполнить задания. Очередность при прохождении кросс-листа не важна. Маршрут можно построить в любом порядке. Для нас важно другое. Насколько вы точно сумели проникнуть в настроение задания предлагаемого. И насколько вы интересно смогли выстроить этот кадр свой. Для участия в фотокроссе нужно собрать команду друзей, коллег или родственников и прийти 15 сентября в 15.00 в библиотеку на Московской, 11. С собой обязательно иметь фотоаппарат или любой гаджет с камерой для съемки. Подсказка от организаторов. Чем больше у команды будет различных аксессуаров, тем легче будет выполнить задание. На стадионе «Икар» прошли соревнования «Большая игра», в которых приняли участие воспитанники клубов центра внешкольной работы и участники областного проекта «Дворовая практика». Спортивный праздник прошел под эгидой губернаторской инициативы «Лето в городе» и призван организовать и занять полезной деятельностью ребят во дворах и школьников, свободно посещающих спортивные площадки города в дни летних каникул. Выпускник клуба здоровья центра внешкольной работы Даниил Аврамкин помогает своим педагогам в проведении спортивного праздника для ребят. Расставить реквизит, показать участникам, как проходить этапы и подбодрить юных спортсменов. Будучи студентом пятого курса института, Даниил не упускает возможности вернуться в стены родного клуба по месту жительства. «Если есть возможность, я с радостью приду сюда, помогу и сам поиграю тоже. Мне просто весело, мне нравится работать с детьми, они веселые». В большой спортивной игре приняли участие воспитанники клуба «Здоровье и восход», а также ребята, свободно посещающие дворовые площадки города. Организаторы подготовили увлекательную и непростую полосу препятствий, результат прохождения которой зависел от каждого участника. «Это много друзей, это сплочение команд, изучение чего-нибудь нового, новых игр, новых эмоций. Мне кажется, каждому ребенку интересно узнать, познакомиться с кем-то и пообщаться с более взрослыми людьми, может какой-то опыт получить от них». Команда «Радужное лето» представляла на соревнованиях клуб «Здоровье». По результатам прохождения полосы препятствий, ребята в зеленых майках оказались лучшими из лучших. «Это позволяет закалки организма, повышать выносливость, позволяет еще научиться лучшему общению с людьми». Все участники большой игры получили сладкие призы, а лучшие игроки и команды – памятные дипломы. Воспитанники отделения легкоатлетики спортивной школы «Кар» регулярно становятся победителями и призерами турниров и чемпионатов различного уровня. На этот раз спортсмены поднялись на пьедестал почета всероссийских соревнований среди юношей и девушек, которые прошли в городе Петрозаводске. Саровчане выступали в дисциплинах «тройной прыжок» и «прыжок в длину». О результатах наших спортсменов расскажем в следующем сюжете. Беговая дорожка, линии старта и финиша, тренировки шесть дней в неделю и всего несколько часов на отдых. Стремление побеждать у Павла Жаркова появилось еще в детстве. В возрасте семи лет спортсмен понял, что хочет стать титулованным атлетом. И первое место на всероссийских соревнованиях в Петрозаводске – серьезный шаг на пути к достижению поставленной цели. На турниры спортсмен приезжает не только покорять вершины, но и ставить новые рекорды. Выполнять новые разряды, ставить личные рекорды, проходить на следующий уровень. На всероссийских соревнованиях по легкой атлетике выступали спортсмены из 43 регионов нашей страны. И каждый из них приехал в Петрозаводск только за победой. По итогам соревнований саровчанин Павел Жарков стал четвертым в дисциплине прыжки в длину, а в «тройном прыжке» занял уверенное первое место. «Прыжки – это один из техничных видов техники. Постоянно работаем над техникой». «Молодец, сделал все, что мог. Условия были в это время очень плохие. Дождик был и сырый, и лужи были. Тройной в песок весь грязный. У него хороший результат есть, у него есть чемпионское звание. Я думаю, что его теперь будут включать в основной состав Нижегородской области». Впереди у Павла еще много соревнований с самого различного уровня, а значит много новых побед и рекордов. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в YouTube и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте soro24.ru. В студии работал Кирилл Васенин. Всего вам доброго и хороших вам новостей.